мы наконец-то узнаем откуда вообще берутся деньги какие слова гуглить человеку который ищет инвестиции здесь для того чтобы помочь ребятам которые хотят построить что-то большое соберите хорошую команду она всегда выигрыш и инвесторы это любят кому вы даете деньги а кому не даете окно в большой рынок не пытаться продать продукт который ты считаешь да что нужен клиенту а слушать что надо клиентов то еще даем инвестиции 20-25 тысяч долларов каждому стартапу теперь вы знаете где деньги в этом выпуске вы познакомитесь с несколькими реальными инвесторами вы побываете вместе со мной на классном мероприятии который называется стартап battle битва стартапов и там мы взяли интервью самого настоящего владельца отличного стартапа который смог получить гранты на развитие своего бизнеса причем сразу двух странах в польше и в чили это открыл там офисы он сам все расскажет как он это сделал вы узнаете где взять деньги на бизнес и чем отличается бизнес от стартапа и вообще вы узнаете самый короткий путь к деньгам мы также возьмем интервью у одного совладельца бизнес инкубатора вообще вы знаете что такое бизнес инкубатор узнаете как туда попасть и получить 25 тысяч долларов на развитие своего стартапа а затем если все будет нормально инкубатор отвезет вас в америку вот ну на деньги инкубатора вы сможете съездить в америку и продавать свой продукт прямо сша но в общем после просмотра этого видео вам очень многое станет понятно про инвестиции стартап и где получить деньги на свой бизнес обязательно смотрите до конца и вы точно узнаете как получить деньги свой проект давайте уже начинать просто не терпится так будет в гостях у нас александр лобанов венчурный фонд usp капитал он расскажет нам про инвестиции и мы наконец-то узнаем откуда вообще берутся деньги большинство денег и печатают федеральная резервная система среди штата самый короткий путь к деньгам пойти в федеральную резервную систему и сказать напечатайте мне немножко долларов несколько мешков до пару миллиардов и они напечатают ну а если вот серьезно смотрите есть инвестиционные фонды такая штука я в этом слабо разбираюсь поэтому я буду задавать вопросы которые задал бы любой наш зритель я себе представляю инвестиционный фонд это какая-то такая организация в которой есть инвесторы вкладывают деньги то есть люди которые которых есть свободные деньги мире как я понимаю просто туча свободных денег сложно получить на них какой-то доход да но в то же время существует очень много предпринимателей которые хотят как-то запустить развить свой бизнес но у них не хватает но сильно не хватает денег существует как бы две такие поразительные вещи с одной стороны в мире масса огромная свободных денег которые вкладываются где-то хранятся или вообще без процентов или там под один-два процента под мизерные какие-то государственные облигации да откладываются в то же время много бизнесов которые говорят дайте нам денег но им никто не дает я так понимаю что инвестиционный фонд это как раз та структура к такой посредник до между деньгами большими и между предпринимателями совершенно верно в общих чертах просто понимаете есть у людей желание не только приумножать свои богатства свои состояния да но и сохранить любой человек приходит к тому что ему надо разделить свое состояние на определенные части ветер такая сервис диверсифицировать совершенно верно то есть какая-то часть должна быть в твердых активов то есть вы понимаете что это традиционный там ваш дом недвижимость которая приносит вам определенную ренту золото и какая-то часть денег может быть инвестирована в более рисковые то есть так называемые венчурные проекты то есть у вас рискованные все таки вот поэтому да но смотрите существует банки например да которые кредитуют заводы и существует инвестиционный фонд в чем отличие деньги которые я беру у банка и деньги которые первую инвестиционного фонда я так понимаю как я скажу как я понимаю что у инвестиционного фонда я беру деньги в обмен на долю в бизнесе совершенно bun ka просто в долгpin как как бы должен вернуть то тут я вернуть не должен да я взял и отдал долю бизнесе и потом делюсь просто своим доходом да но это через вот распределение доходов будущем да то есть на долю в это в капитале которую вы получили вы получаете да хотьhrlich раноkk ранозурат он покупает доли в бизнесах? Ну, я считаю, что да. А у вас венчурный фонд? То есть вы работаете, венчурный как раз то, что со стартапами работает? Это как раз то, что работает со стартапами. Это то, что интересно как раз нашим зрителям, потому что большинство наших зрителей это какие-то стартапы, которые хотят расти, но им на это нужны какие-то инвестиции. Расскажите как вы отбираете? Кому вы даете деньги, а кому не даете? Венчурный бизнес это не просто тот, который со стартапами работает да потому что ну не знаю там открытие хорошего цветочного ларька там до или там свадебного магазина до или там youtube канала с нуля да это стартап но это стартап не тот который подходит своей точки зрения для венчурного фон потому что для венчурного фонда нужны прорывные инновационные вещи которые в принципе в данном сильные уникальность 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 да но смотрите на вот те уникальные которые на рынке появляются каждый день их появляются сотни тысячи до масса да и с одной стороны с другой стороны выстреливает из них там единицы таких ну так как facebook там да вот мы все инстаграм там youtube такие штуки которые выстрелили то есть получается очень сильно рискованно как есть какая то как вы определяете кто вот выстрелит а кто просто лопнет очень скоро и закончится ничем во первых прежде всего начиная надо понять что действительно как бы можно пролететь вы фонд который накапливает ну какие-то ресурсы у вас есть какие-то учредители инвесторы в этом фонде и они вам доверяют да то есть вы вы решаете вы принимаете но есть какой-то совет директоров да у нас есть несколько управляющих партнеров то есть наш фонд на самом деле это небольшой венчурный фонд которому и время существования еще небольшое там порядка четырех лет наверное еще прошло до горизонт инвестирования венчурном бизнесе он в принципе на 5-7 лет а там я потом пройти стадии могу рассказать это небольшой венчурный фонд который создан там на мои деньги на деньги некоторых там близких партнеров с общим пониманием того что это высокорисковый бизнес и в принципе как бы мы можем много заработать мало заработать или все потерять опишите идеальная скажем объект для инвестиций идеальный объект для инвестиций это команда высококлассная с профильным по этому проекту образования если это допустим какой-то хардверный продукт то это должны быть талантливые высококлассные инженеры молодые с горящими глазами верящие в этот проект до честные трудолюбивые те которые уже для этого проекта что-то положили да и которые правильно определили отрасль сегмент и хотя бы базовые вехи своего развития то есть дальше со стратегии с интеграцией с операционной работой мы поможем на какой стадии должен быть их проект на самой ранней стадии на уровне идеи скажем я собрал молодую команду ну каких-то специалистов мы к молодая команда программистов там айтишников нас 10 человек мы придумали социальную сеть с горящими глазами говорим смотрите мы сделаем сейчас социальную сеть для хомячков нету социальной сети для хомячков у нас горят глаза мы прямо к вам прибегаем говорим смотрите нету социальной сети для хомячков вы дадите под этот денег сейчас нет но раньше когда мы вот начинали инвестировали выдавали раз мы мы давали мы давали под такое за единственным исключением что мы смотрели на ваш бэкграунд если у вас за спиной ничего не было то тогда у нас нет успешных реализованных проектов или успешных реализованных проектов за спиной или работы в других проектах да в которых вы которых на работали пусть вы были там даже не лидирую а сколько времени обычно занимает допустим приходит к вам такая команда да каким-то образом свой проект вам присылает на рассмотрение и вот вы начинаете рассматривать потом совещаетесь потом принимаете решение потом выделять бывает по-разному я вам приведу один пример вот вайдер это мультимедийное устройство так вот там решение но принималось следующим образом друзья в том числе член жюри сикорский челлендж это акселератор при киевском политехническом институте перед одним из отборов я там просмотрел список кто был и зашел случайно в лабораторию в конструкторскую и увидел один из проектов который будет выступать финале да вот вайдер как раз том числе там уже был прототип и основатель фаундер от антон галишинский он просто произвел на меня такое впечатление сам продукт идея его квалификации очень важно личности конечно лично основной надо есть такая штука как ну личный вклад основать нового вот есть люди которые там они вкладывают все что у них есть машины продавали квартиры и закладывают они вкладывают и видно что допустим просто не хватает да но есть такие вещи когда не хватает там чего-то чтобы это запустилось нормально а есть люди которые вообще просто идея не с они сами не хотят они там работают они вы вкладываете право зарплату себе это проблема сразу когда смотришь бюджет какого-то нового проекта да то есть там расчеты на чтобы пойдут инвестиции у меня сразу очень коробит когда я вижу там если основная статья это заработная плата то как бы я как правило каким проект вы требуете чтобы люди работали ну как бы сами зарабатывали себе нас на зарплату во-первых зарплата должна быть скажем так минимальный прожиточный минимум там ничего лишь не лишнего просто для того чтобы человек мог жить до офис тоже как бы минимальные расходы по крайней мере на первых этапах пока они не докажут свою работоспособность и конечно очень интересная и оптимальная вещь у нас такие проекты есть которые аутсорс выполняют какие-то дополнительные работы для кого-то да поскольку они являются специалистами в этой отрасли это допустим помогает там не знаю там аренду офиса оплачивать дополнительно там кита плюшки дополнительные в офис это полностью приветствуется вы когда вкладываете деньги вы берете какую-то долю до в этом проекте и вы получается становитесь дольщиками этого бизнеса партнерами партнеры да вы же я так понимаю что с этого момента когда вы входите в чей-то бизнес вы начинаете принимать в нем какое-то участие тоже помогая и в этом мы нестандартный то есть нас часто там коллеги из-за венчурного бизнеса там смеются над этим или критикуют да не соглашаются то есть в принципе там венчурном бизнесе как правило считается что представители фонда они должны только вот в стратегическом управлении принимать решение на север да и но первых на север потом там с определенной периодичностью сверять сверять в случае чего иногда там пинка давать или там плюшку какую-то да утрированно если так то мы фонд нестандартный то есть поскольку мы входим на самые ранние а самая ранее вот приседовая стадия она же самая рисковая она считается самой высокодоходной потому что ты входишь за самые маленькие деньги за высокий процент поэтому твоя маржа потом может быть гораздо выше чем на следующих старейска но она и самая рисковая причем в разы более рисковая чем другая мы пошли на это осознанно просто потому что нам нужно было диверсификация больше десяти проектов даже как-то диверсифицироваться а денег много не было то есть по сути если бы мы шли там на стадии а то мы бы только два проекта то есть вы пошли силы рисковые потому что у вас дешевле там дешевле купить да нам да а нам при но не от жадности от того что не я бы хватал нам пошла капитала да 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 такая стратегия у нас как бы мы стратегически старались брать и практически всех проектах так и взяли там долю в 40 процентов что тоже как бы нестандартно обычно она там 20 25 или там уже на каких-то стадиях уже 5 до 15 идет да вот ну и мы во всем старались там действовать нестандартно поэтому мы и проектов получилось все равно немного и поэтому мы входили везде в операционное управление то есть мы практически там каждый день там 123 проекта мы работаем с ними в офисе то есть потом следующий получается что вы покупаете себе работу какой-то мере в общем да то есть по сути как бы это вот работа одновременно там в 13 компаниях то есть фонд и счетом 12 зато интересно то есть помогает развиваться ты в самых разных отраслях на постоянно как бы где-то думаешь то есть то есть получается что ты вроде бы как инвестор на с другой стороны ты получаешься сотрудник многих компаний до да 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 есть еще что-то такое что я вас не спросил нам вы бы хотели сказать нашим зрителям я могу только не знаю пожелать всем тем кто хочет запустить свой проект да то есть там изменить что-то стать по-настоящему серьезным человеком там в этом бизнесе что старайтесь дерзайте пытайтесь пройти первую стадию все-таки самостоятельно да для того чтобы потом уже показывать серьезным инвесторам серьезным фондам и свой бэкграунд уже свои наработки куда свою перспективу то есть в этом однозначно есть есть возможности александр спасибо большое что пришли очень ну интересная информация главное что из первых рук и главное что я думаю что всем будет понятнее теперь да что нужно делать и как себя вести для того чтобы получить деньги либо если вы видите что вы этим критериям не соответствуете и вас за вами нету ничего твердого кроме идеи вашей то наверное стоит наверно заняться сначала собой своим бизнесом и только потом искать уже деньги как видите главные критерии для получения инвестиций это сильная команда и правильная ниша если команду вы в процессе то своей работы можете как-то менять усиливать дополнять то выбор неправильной ниши сразу ставит крест на судьбе вашего проекта и не вы никогда не сможете получить инвестиции и дело тут даже не в инвестициях а в том что при неправильной ниши просто смерти вашего проекта неизбежно вопрос лишь том когда это произойдет поэтому вот прямо сейчас здесь выйдет ссылка на наш тренинг технология выбора ниши и прежде чем начинать какой-либо бизнес вы должны этот тренинг пройти просто потому что вы тысячу раз окупите стоимость этого тренинга потому что после него вы выберете правильную нишу то что должна быть но это еще не все после после этого интервью я поговорил с александром лобановым и мы решили что мы вот к этому тренингу который у нас уже есть который уже был мы допишем мы уже дописали записали с ним специальный дополнительный урок которым мы с александром разобрали ниши именно и те направления которые идеально будут для получения инвестиций то есть вы если вы изначально хотите создать какой-то стартап и получением ну понимаете что вам понадобятся инвестиции да то вам нужно обязательно это дополнительное задание посмотреть и мало того мы еще подумали и мы записали эти пять самых трендовых направлений которые выстрелят самое ближайшее время и это очень очень бесценный опыт будет для вас очень бесценное знание поэтому тренинг и технология выбора ниши мы очень сильно усилили сильно усилили неважно главное что усилили а теперь переходите по этой ссылке здесь или под этим видео и заказывайте технология выбора ниши это будет самая лучшая инвестиция в ваш бизнес может поверьте а а а и 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 наконец-то это случилось я поймал организатором александр сорока александр спасибо вам большое за то что пригласили было очень интересно потому что мы готовим репортаж об инвестициях об инвесторах я понял здесь вот с этого мероприятия, первый раз присутствую на подобном, что стартапы бывают не только для чего-то, а здесь конкретно стартапы, я так понимаю, для корпораций, которые предлагают какие-то инновации, то есть если у вас есть какой-то стартап и какая-то идея, вы можете не просто там идти на рынок и предлагать кто это, а конкретно идти к каким-то корпорациям большим, которые открыты к инновациям и готовы внедрять эти инновации. Я вынес две главные мысли вот сегодня из этого баттла. Первая мысль, это должна быть очень простая инновация, какая-то простая мысль, которую люди сразу возьмут, воспримут на одной страничке, да, и второе, инновации всегда вызывают отторжение. Немножко расскажите, все-таки вы, кроме того, что организаторы этого мероприятия проводите 30 штук в год, оказывается, по всему миру. Битв стартапов, да, мы их проводим уже давно и проводим около 30, а вот битва инноваций, это просто специальный формат, где зрелые стартапы уже могут предлагать свои решения внедрять корпорациям, да, там, вот, то есть чуть-чуть другое, то есть на стартап-битвах они ищут инвестиции, у нас в марте будет в Киеве здесь битва, а здесь они продают свои решения корпорации. Корпорация, потому что я не сразу понял, потому что было, думаю, ну что же, если они, это стартап, он должен просить какие-то инвестиции, рассказывать возврат этих инвестиций, еще этого нет, а потом понял, что это все-таки не корпорация, просто продают, да, было похоже на продажу, да, такое корпоративное. Смотрите, вы являетесь главой инвестиционного фонда, да? Не совсем, я CEO Startup Network, это экосистема, которая помогает вот предпринимателям из идеи превращать в бизнес, выращивать, да, вот, и мы помогаем там, и обучить можем, и инвестиции помочь привлечь, да, там, и позволить выступить на мероприятиях разных, вот, и в корпорацию завести, то есть у нас есть вот такая многослойная структура, которая разными способами помогает фактически предпринимателю превратить свою идею в бизнес. То есть, если вот есть идея, потому что у нас нас смотрят предприниматели, очень много новичков, очень много идей, вообще море, и все спрашивают нам, пишут там в комментариях, говорят, что делать, у меня есть классная идея, где взять на это деньги, вот, вы, у вас экосистема, то есть вы обучаете, да, каким образом это делать, вы помогаете упаковаться, да, правильно, потому что для того, чтобы идею превратить, ну, превратить, под идею привлечь финансирование, ну, ее нужно облечь в какую-то форму для того, чтобы люди понимали, что это такое. Да, 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 ну, мы фактически учим, как это делать, да, продавать свою идею, то есть идея, это такая же продажа, правда? И как продать идею, как ее оформить, и как ее подать, и как вообще бизнес, с чего начинать строить, ну, это вот процесс акселерации, у нас есть онлайн-акселерационные программы, мы их тоже ведем, в интернете, да, есть вот startup.network, это наша вот платформа основная, и предприниматель заходит, описывает свою идею, и дальше инвестор может зайти с ним связаться, как бы уже поговорить, задать вопросы, фактически открытая платформа, да, да. И это работает? Да, у нас уже, ну, у нас в месяц приходят тысячи, тысяча новых предпринимателей за деньгами, из 55 стран мира, да. И там инвесторы смотрят, есть инвесторы, которые это смотрят, да. Конкуренция большая, ну, вы представляете, да, в месяц тысяча, значит, за год 12 тысяч, как бы, ну, попробуй, завлеки внимание инвестора, и, конечно, если вы хотите поднять инвестиции, вам придется много сделать, да. Мало того, что ваша анкета должна быть хорошая, у вас должна быть презентация, вы должны собрать хорошую команду, но вам еще и питчить придется, надо участвовать в битвах стартапов, вам надо ходить везде рассказывать, ну, то есть, в принципе, процесс достаточно непростой, как бы, привлечение инвестиций. Занимаюсь бизнесом давно, и у меня несколько, ну, в нескольких моих проектах возникали такие желания привлечь, где-то найти инвестора для того, чтобы помочь развить бизнес. Но когда я начинал каждый раз этот процесс, и видел, сколько там нужно, да, я понял, ну, всегда понимал, что проще мне заработать эти деньги самому, и вот это будет мой бизнес, да, не нужно скидывать. Но тут, знаете как, просто есть вот бизнесы, где это возможно сделать, а есть стартапы, где без внешних инвестиций невозможно, потому что очень такая, так называемая, долина смерти есть. По-любому, пока ты выходишь, тебе надо какие-то технологические решения сделать, экспериментировать, одна технология, вторая, третья, и ты никак без этого не можешь пройти. И ты, соответственно, сначала бизнес-ангелов зовешь, потом венчурные фонды, и вот стартап вот так вот растет, как бы, да. А когда уже там, у тебя начало что-то появляться, конечно, к тебе интерес, ну, получаться интерес гораздо больше, и уже вливают деньги в твое масштабирование. А есть смысл новичку приходить вот на стартап-баттл и презентовать свой стартап? Вы знаете, да, но мы, ну, это же процесс отбора, они, ну, к сожалению. Ага, то есть не всех берут, да? Ну, к нам на битву, например, в Киеве подается где-то там около 50, да, там стартапов, соответственно, как бы там, отбираем мы только 10, да. Нас смотрят предприниматели, и хотите вы, ну, может быть, я что-то не спросил, очень важное, а вы хотите донести до них какую-то информацию для тех, кто ищет инвестиции, кто хочет найти инвестора, ну, от вас какое-то личное послание есть? Первое послание, как бы, соберите хорошую команду. Хорошая команда, даже если один проект не вышел, там, сделает второй проект, второй не вышел, сделает третий проект, ну, она всегда выигрыш, и инвесторы это любят, особенно, если это стартап. И главная команда? Да. Команда на ранних стадиях, команда, как бы, это основной вопрос, потому что бизнеса еще нет, оценивать еще нечего, как бы. То есть, если у вас идея, которую вы выдумали из головы, как бы, вы никогда этим не занимались, она вообще в другой сфере лежит от вашей компетенции, ну, не приходите, никто вам денег не даст, правильно, да? Вы должны быть очень компетентным именно в том, где ваша идея. Ну, да, знаете, вот, если там придет три, там, условно говоря, гарвардских выпускника, там, один из Стэнфорда, один из Еле, скорее всего, инвестор таким людям доверит больше деньги, чем придет три человека, закончивший техникум какой-то. Ну, я понимаю, но... В чем у него опыт? Да. Компетенция. Ну, то есть, ты работал в Гугле, ты работал в Фейсбуке, да, там, ты, может, там, рисовал какие-то, побеждал в каких-то конкурсах, как бы, да. Потому что человек работал юристом-юристом, а потом говорит, я пойду открывать ресторан, вдруг, ему такая идея. Не, ну, такое тоже возможно, но вопрос, какой это был юрист? Понятно, что юрист, который юридический стартап создает, он получит больше шансов, потому что он в этой отрасли там прокрутился. Там, Орен Баффет, например, вообще инвестирует только в те компании, где CEO, как бы, 10 лет находился в этой отрасли. А вы инвестируете? Да, у меня есть портфель, как бы, там, около... А вы какие компании инвестируете? В разные пробовал и в реальный сектор, и в стартапы. То есть, реальный сектор – это то, что уже работает, получает прибыль, да? Да, там проще какие-то дивиденды уже получаешь прямо сейчас. Стартапы – это игра в длинную, ты инвестировал и ждёшь иногда 3, 5, 8 лет, как бы, там, пока стартап создаёт. Пока он обанкротится. Да, 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 да. Или обанкротится, да. Что часто происходит, как бы. В общем, вещевая мысль от Александра Сороки – собирайте классную команду. На ранней стадии, да. Спасибо вам большое за интервью, спасибо за то, что позвали на это мероприятие. Было очень полезно и интересно. Сегодня у нас интервью с Андреем Комаровским. Андрей – сооснователь из ЭЛО «Акселератора Сектор Икс». Я, правда, пока до конца не разобрался, что это такое, но это что-то связанное с тем, что помогает молодым предпринимателям, стартапам каким-то образом добраться до инвестиций. Каким образом мы сейчас узнаем у Андрея? Точно. Расскажи. Есть такое. Я у вас на сайте видел, что у вас есть там обучение, затем вы вывозите каким-то образом стартапы на западные рынки, помогаете им там найти как-то инвесторов, сами даёте инвестиции, и можно там подать заявку, но я хотел тоже подать заявку со своим стартапом, но там было написано «набор закрыт». Как же всё-таки подать заявку? Если вы наша целевая аудитория, у вас есть технологический стартап, молодая компания, и вы хотите выйти на западные рынки, очевидно, потому что в Украине рынков нет. Есть ребята, которые используют искусственный интеллект для анализа информации, например, в сфере ритейла. То есть обработка бигдата в сфере ритейла, да? Грубо говоря, да. Есть команды, которые делают мобильные приложения дополненной реальностью для мебельщиков, например. Есть ребята, которые делают ветрогенераторы следующего поколения. Андрей, скажите, а с какой целью вы создали свой акселератор? Есть глобальная цель – это развитие экосистемы и инфраструктуры юнит-сити. Акселератор – это часть, да? Часть инфраструктуры? Да. Она должна стать одной из важнейших частей, одним из самых главных элементов. Лично моя цель – я хочу построить большой проект, который станет, наверное, окном номер один для всех стартапов из Украины и Восточной Европы. На запад. Почему так? Окно на запад, в Америку. Местные рынки маленькие. Нет смысла для подавляющего большинства проектов что-то делать здесь, если ты не хочешь построить какой-то лайфстайл-бизнес, я не знаю, ларек или доставку суши, или салон красоты. Это не наша история. То есть это окно в большой рынок? Нам интересны инновации. Мы здесь для того, чтобы помочь ребятам, которые хотят построить что-то большое. Мы не собираемся вывозить проекты туда, чтобы они там оставались. Нам интересно, чтобы развивался юнит-сити, развивался Киев, развивалась Украина, развивался весь регион. То есть проект находится здесь, в юнит-сити, он генерирует продукт здесь, например, мобильные приложения, какие-то там сервисы. Да, 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 чтобы здесь работала. Компетенция оставалась здесь, продажи там идут. И когда у ребят, которые там будут развивать свои проекты, будет получаться, таких уже достаточно. Не очень много, но достаточно. То эти ребята, эти фаундеры, эти SEO, они будут служить ролевыми моделями для следующих поколений. Смотрите, вот я просто пытаюсь понять. Я молодая инновационная компания. У меня есть команда какая-то людей. И мы хотим получить инвестиции, выйти на западный рынок. Мы не понимаем как. Мы приходим к вам, подаем заявку. И вы рассматриваете, и вы нас отобрали. Ну, мы вам подошли. Что дальше происходит? Вообще вся программа, она разбита на две части. Это песочница, преакселератор и акселератор, основная программа. Я вот пока изучаю тему инвестиций. Очень много терминологий. Что такое песочница? Так вот, песочница, наш термин, это преакселератор, там, преакселерационная программа длительностью около месяца, там, 4-5-6 недель. Она нужна нам, в первую очередь, для того, чтобы мы отсеяли ребят, которые не достигли показателей, не достигли кипя, для того, чтобы прийти в основную программу и этой весной поехать с нами. То есть песочница, вы как-то наблюдаете за ними? Есть понятные цели. Сейчас это верификация проблемы, над которыми работают команды, их решения, которые они придумали, нагаллюцинировали себе, которые решили эту проблему. И сейчас фокус на США. Вот если вы можете доказать, что ваш стартап может это сделать, ну, отлично. Кто платит за все? Акселератор. То есть вы платите? А потом в Нью-Йорк поехать? Все мы. Мы замечательно. Супер. Я подам заявку. Да, да. Плюс мы еще даем инвестиции 20-25 тысяч долларов каждому стартапу, который переходит из песочницы предакселератора в акселератор. Теперь очень подозрительно, почему вы такие добрые? Мы не добрые, мы бизнес-ориентированные, мы берем equity, долю в каждом стартапе. Я пытаюсь путь вот здесь прочертить. Я подал заявку, попал в песочницу. Месяц песочницы, я понимаю, что идет отбор, как физически это происходит? Это зависит от того, какой у вас проект. Проекты глобально бывают двух типов. Есть B2B-проекты, а есть B2C-проекты, чьи клиенты, люди вроде нас с вами, конечные потребители. Если вы B2B-проекты, вам единственное, по большому счету, что нужно делать, это общаться с потенциальными клиентами стартап. Есть классическое определение – это временная организация, ваше начинание, у которой очень понятная и простая цель – это найти свою работающую и масштабируемую бизнес-модель. Ну, то есть, грубо говоря, если я решаю производить автомобили и красить их в черно-желтый цвет и рисовать морду пчелки на бампере… Это все тот же автомобиль, это тот же бизнес, но просто вот у меня идея такая – бабочек разрисовывать и продавать их на тысячу долларов дороже. Это тот же бизнес, он, скорее всего, не пойдет, потому что клиентов мало, но это не делает его стартапом. Стартап – это категория до стадии бизнеса. Вот Макдональдс – классический бизнес. Почему? Потому что понятно, кто клиент, понятно, бизнес-модель, можно купить франшизу – нет вопросов. Полно теории, можно нанять управляющего, дать ему денежку и сказать – иди работай, с тебя 10 Макдональдсов через год. Стартап – совершенно другая история. Например, ресторан без посадочного зала, который доставляет только по ночам еду за 7 долларов и только рыбу, порезанную треугольничками, например. Но это же та же самая еда, которую люди едят каждый день. Не та же самая треугольная рыба за 7 долларов с доставкой по ночам. Нет аналогов. Например, когда не было соцсетей, кто-то придумал Facebook. И это был новый продукт, потому что никто не знал, что такое социальные сети. Сто процентов. Был стартап. Сто процентов был стартап. Рынок существовал. Это был рынок общения, с одной стороны, потому что люди всегда общались. Просто появился новый инструмент. Инструмент. Новый инструмент появился, да. А рынок с точки зрения монетизации – это реклама. Рекламный рынок, он огромный. В бизнесе нет гипотез, которые нужно проверять. Понятно, да. Идешь покупать франшизу, если у тебя какое-то сервисное вещество в черепной коробке есть, то, скорее всего, у тебя все получится. Почему не получается бизнеса? Ну, в принципе. Даже по статистике процент провалов в ресторанном бизнесе, он там за 90% хорошо заходит. Просто делают плохо и неправильно. Правильно. Непрофессионалы делают. Непрофессионалы делают. В бизнесе можно ошибиться глобально в двух блоках. Это планирование. Можно плохую аналитику собрать, можно ее плохо проанализировать, сделать неправильные выводы. Либо, если ты там делаешь ресторан, ты его делаешь просто хреново. У тебя там невкусно, у тебя там неправильные цены, ты выбрал неправильную локацию. Нам важно в рамках «Песочницы» убедиться, что на западных рынках есть клиенты, у которых есть проблемы, и они готовы… То есть, проблема, которую я придумал, она на самом деле существует, а не я ее придумал. Поэтому на «Песочнице» больше половины команд, которые мы туда берем… Мы проверяем спрос, да? Грубо говоря, да. Но, знаете, я считаю, что пока клиент не заплатил, он может сколько угодно рассказывать. Сто процентов. А вот для этого есть основная программа, в которой команды делают продукт, продают этот продукт, делают повторные продажи, запускают пилоты, подписывают контракты. И начинают работать над привлечением следующего… То есть, вы выделяете какие-то… выделяете грант в обмен на долю в компании? Не грант, инвестиция. Инвестиция. Это называется инвестиция? То есть, вы забираете… ну, там, в зависимости от того… Венчурная ваша инвестиция. Венчурная – это значит надолго, да? Нет, венчурная – это значит, что мы настолько рисковые ребята, что вот верим в… И вы просто долю… В такой высокорисковый… Да, да. Еще не бизнес… Вы становитесь соучредителями, совладельцами этого бизнеса. Да, да. С предыдущего набора практически все команды, они заключили контракт и подписали соглашение о пилотах с корпорациями и увеличили продажи. То есть, практически все увеличили свою капитализацию? Ну, можно сказать и так, но капитализация, она будет рассчитываться тогда, когда эти стартапы привлекут следующий раунд инвестиций, и они над этим сейчас работают. Что такое получилось? Вот они не умерли. Ну, вышли, как мы говорили. У них есть новые контракты, это прекрасно. Они в сто раз лучше поняли, что они вообще делают, для кого они делают, какие проблемы они решают, это вообще бесценно. И у них есть четкий план развития. Смотрите, у вас на сайте сейчас нельзя подать заявку. Нельзя. А можно ли сделать для наших зрителей какую-то специальную ссылку, чтобы они могли по этой ссылке, только зрители нашего канала и те, кто это видео с вами посмотрит, все-таки как-то могли подать заявку? Заявки принимать, конечно, не сможем, но мы сможем дать почту. Я предупрежу свою команду, что мы будем рассматривать проекты и команды, которые пришлют нам информацию о себе просто на почту, там с какой-то помет, что они там с вашего канала. YouTube канал зажигалка. Да, да. Мы их проанализируем. Проанализируем. Будем серьезно рассматривать как кандидатов на следующую программу, которая начнется через несколько месяцев. Смотрите, если придет письмо такого содержания, например, у меня есть очень крутая идея, но я не могу вам ее написать здесь, потому что ее украдут обязательно. Но она очень классная, надо миллион долларов. Как вы думаете, это нормальная заявка? Наверное, для времен инквизиции она очень даже и неплоха, но для 2019 года мы улыбнемся. Нам нужно описание проекта, нам нужно описание фаундеров или сооснователей команды. Кто такие, какая у вас экспертиза в рынке, какую проблему вы решаете, почему выбрали эту проблему, какой у вас продукт есть, какой статус вашего проекта. Почта, рядом ссылка на сайт акселератора, рядом будет имейл, на который вы пишете и пишите в теме письма. Инвестиционная заявка от YouTube канала Зажигалка. Андрей говорит, что они рассмотрят. Обязательно рассмотрим. А теперь внимание всем предпринимателям, блогерам и маркетологам. 14 апреля в Киеве состоится самый крупный форум по Instagram продвижению. Он самый крупный не только в Украине, но вообще во всем СНГ. Мы с Ольгой там обязательно будем. Уже мы купили себе два билета. Знаете, почему купили? Потому что прямо под этим видео есть ссылка и есть промокод Зажигалка, чтобы получить скидку 15%, который организаторы этого мероприятия сделали для всех наших зрителей. Зачем посещать Инстаманию? Ну смотрите сами. Уже второй раз ребята-организаторы собрали самых лучших блогеров, артистов, предпринимателей, которые будут делиться с вами своим опытом о том, как развивать свой бренд, как продвигать его в Instagram, как увеличивать свои продажи именно через Instagram. Прямо сейчас. Поставьте это видео на паузу. Перейдите по ссылке, которая под этим видео. Ссылка на Инстаманию 2.0. Обязательно скопируйте промокод Зажигалка. Воспользуйтесь им. Получите скидку в 15%. И я вас жду, потому что мы там будем с Ольгой. Мы вас ждем там на Инстамании. До встречи 14 апреля. Сегодня еще одно интервью. Это уже не инвестор. Это человек, который сегодня презентовал свой классный стартап. Мне, кстати, очень понравился. Он зовут Ярославский Ярослав. Согласился дать нам интервью. Очень классный стартап именно для банков. Я первый раз такое слышу, кстати. Очень крутая система, когда банк. Компания, которая хочет кредитоваться. Да, я так понял. Малые и средние. Подключает все свои CRM системы. Все свои бухгалтерские системы. Все бизнес системы, которыми бизнес пользует. Где ваши какие-то данные. Где движение денег. Они в вашу систему попадают. И банк видит все ваше финансовое состояние. Причем в режиме реального времени. Во-первых, он сразу же оценивает за несколько минут состояние заемщика. Меньше, чем за 60 секунд. За 60 секунд. Да. Уже все понятно. Можно дать вам кредит или нет. И потом в режиме реального времени. После того, как вы дали кредит. Мониторинг. Все время происходит мониторинг. Да. Вашего финансового состояния. И вдруг, если вы взяли кредит. И как-то у вас не совсем хорошо. Банк сразу же это видит. И очень крутая штука. Мне понравилось. Скажите, цель прийти сюда и о нем рассказывать. Наша цель, чтобы бизнес, который здесь присутствует. Наши потенциальные клиенты нас узнали. Плюс, хотелось услышать опять-таки фидбэк от наших потенциальных клиентов. Плюс, здесь присутствовали представители наших клиентов, с которыми мы запустили пилоты. И это было важно для нас. Услышать какие-то замечания, вопросы от них, возможно. А часто вы ходите на какие-то презентации своих стартапов? Это ваш единственный или вы еще какие-то запускаете проекты? У меня есть еще несколько проектов, которые уже работающие, по сути дела, бизнесы. Я операционное участие в них не принимаю. Я сейчас живу этим проектом. Мне пришлось переехать в Польшу. Мы выиграли там грант. Моему партнеру пришлось переехать в Чили. Грант именно ваш проект? Это правительственный грант. Да, мы получили от инкубатора польского Starter. Сейчас проходим акселерационную программу. Такой же грант правительственный мы выиграли в Чили. Мой партнер переехал туда. Команда наша сейчас находится в Украине. У нас уже 9 человек. Разработчики, да? Да. Это разработчики, рисковики и аналитики. У всех серьезный очень бэкграунд в банковской сфере, а также в сфере разработки IT-продуктов. Благодаря нашей команде сильной мы за несколько месяцев достигли того, что у нас есть. У вас реально крутой продукт, очень интересный, как по мне. Если бы я был банком, мне было бы интересно такой продукт получить. Смотрите, я этот вопрос задавал инвесторам и задам вам как человеку, который наоборот привлекает инвестиции. Потому что у нас на канале люди смотрят очень много начинающих предпринимателей, у которых есть какие-то идеи, и они под эти идеи хотят получить инвестиции. Мы для них сейчас делаем этот выпуск. Дадите им какие-то советы, как это лучше сделать. Да, конечно, да. Самое главное это то, что инвесторы, грантодатели деньги дают не на идею, они инвестируют в команду. Команда очень важна на этапе разработки продукта, до того, как он стал уже полноценным бизнесом. Именно для стартапа важна команда. Конечно, да. Именно для стартапа важна команда. И очень важно не пытаться продать продукт, который ты считаешь, что нужен клиенту, а слушать, что надо клиенту. И максимально на первом этапе получать замечания, фидбэки от клиента. Потому что может такое быть, что ты считаешь, что твой продукт супер крутой, идея твоя, не важно, что это, софт, игрушки какие-либо, либо какие-то хардверные продукты. Они могут быть совершенно никому не нужны, кроме какого-то маленького количества людей, и соответственно они будут рынка для этого. Обычно у людей, я вижу другую ошибку, они пытаются сделать какой-то продукт для всех. То есть спрашиваешь, кто твой клиент, они говорят, ну все, все люди на земле, вот мои потенциальные клиенты. Вот они пытаются сделать такой, да. Нет, продукт может быть глобальным, это несомненно. Вопрос в том, на кого это B2B-продукт или B2C-продукт. Очень важно, чтобы разработчики понимали, кто их конкуренты. Средств конкурентов надо делать обязательно. Мы сейчас ведем речь о каких-то глобальных бизнесах, да, где там, ну вот на глобальных рынках. А вот небольшим предпринимателям, которые вот не такие, вот у них нету запроса сделать глобальный продукт, да, и для всех, для всей планеты, счастливить всех. А какой-то небольшой бизнес они хотят сделать, ну например, зарабатывать там 10 тысяч долларов в месяц, да, на такого уровня бизнес. Но у них вообще нет денег. Есть у них какие-то шансы получить под свои бизнес инвестиции? Да, тут надо очень важно понимать, что мы имеем в виду под стартаперством, да. Как правило, стартапы, то есть, являются чем-то инновационным. Хотя запуск даже какого-то классического бизнеса, да, условно, там, шаурму открыть. Да. С одной стороны, это тоже стартап для человека, да, но инновационности там никакой сейчас уже нету, да. Ну, он считает, наверное, он там какой-то свой соус придумал теоретически или еще что-то. У него есть какие-то инновации, о которых знает. Да, но сама модель бизнеса не инновационная. Она может какими-то составляющими быть, условно, инновационной. Есть у него шанс получить под это какие-то, где-то, куда-то или только к знакомым быть? Ну, во-первых, самое простое – это кредитование малого и среднего бизнеса. Есть различные программы. Если бизнес там, насколько он понятен для кредитора, соответственно, у кредитора меньше рисков, да, и он под это даст. Если мы говорим про стартапы именно как про инновации, да, то несколько путей получения денег. Это могут быть грантовые программы, то есть это, по сути дела, благотворительные программы, которые направлены на инновационные проекты. Это правительственные гранты, это могут быть гранты компаний. Следующие, конечно, это бизнес-ангелы. Кто такие вообще бизнес-ангелы? Мы про них слушаем. Просто можете в трех словах объяснить? Да, бизнес-ангелы – это инвесторы, которые не создают венчурный фонд, но сами по себе являются бизнес-ангелами. Люди, которые инвесторы, частные инвесторы, да? Да, которые готовы и понимают риски, связанные с инвестированием в инновации, но также и понимают, что здесь соотношение рисков и доходности может быть космическое. Назовите, пожалуйста, места, где эти ангелы живут. Есть ассоциации различные, да, есть в Украине там UA Angels, ассоциация бизнес-ангелов. А, ассоциация бизнес-ангелов, идите туда. Есть бизнес-клубы, в которых те же самые бизнес-ангелы присутствуют. Очень многие топ-менеджеры корпораций, когда выходят на так называемый покой через какое-то там время, это не значит, что они там уже старички или старушки, и они очень часто занимаются такого рода инвестированием. Это могут быть венчурные фонды, коих достаточное количество в Европе и в Америке. Я так понимаю, с ангелом проще договориться, чем с фондом, да, наверное? Ну, как бы с человеком проще общаться, чем с какой-то структурой. Нет, нет, как правило, да, у венчурных фондов есть очень четкое понимание, в какие категории стартапов они готовы инвестировать, да, там сидят такие же люди, которые принимают решения, и, в принципе, общение происходит на таком же уровне, да, только бэкграунд, условно, у людей, которые работают в VC, он более профессиональный. Я сейчас подумал о том просто, что для любого начинающего проекта очень классно пройти вот это сито отбора, ну, допустим, почему? Потому что там сидят очень профессиональные люди, бизнес-ангелы или вот венчурные фонды, и они уже, если они на стадии идеи скажут, ну, как бы не проявят к этому интерес, то, скорее всего, идея, наверное, не очень хорошая. Да, я еще хотел рассказать про есть инкубаторы со своими акселерационными программами, да, куда можно подать заявку, тоже получить грант, либо попасть в акселерационную программу, пройти ее и потом получить предложение с инвестицией. В процессе акселерационной программы может вообще поменяться видение, да, на 360 градусов и сама концепция продукта, но как раз эта акселерационная программа может дать понимание, нужен твой продукт, надо в нем что-то поменять. Это общение с менторами из различных направлений, но которые выбирают конкретно там лучших под твой бизнес, они помогают тебе, начиная от питчинга и заканчивая… Что такое питчинг? Это то, что мы сегодня делали, рассказывали про свои стартапы там за определенное количество времени. То есть быстро рассказать? Быстро рассказать, да, выслушать вопросы, да, от судей или от присутствующих людей и дать на них ответы. Какие слова гуглить человеку, который ищет инвестиции? Бизнес-ангел, венчурный фонд, бизнес-инкубатор? Инкубаторы, да, акселерационные программы. Акселерационные программы. На самом деле существует очень много глобальных платформ, самый известный AngelList, F6S. Теперь вы знаете, где деньги? Пошли искать. Спасибо. Спасибо. Раз вы еще меня смотрите, значит, выпуск вам все-таки понравился, раз вы досмотрели до этого места. И сейчас я поделюсь с вами своими собственными выводами, которые я получил в результате вот всего этого исследования. Первый вывод, самый главный. Инвестиции получают очень маленькое количество предпринимателей. Вот вообще далеко не все. Второй мой вывод. Получение инвестиций – это вообще профессиональная работа. И если вы изначально не подумаете о том, чтобы в вашей команде был человек, который исключительно занимается тем, что ходит на разные ивенты, переговоры с инвесторами, делает какие-то презентации, ищет спонсоров на ваш проект, то не получится ничего. То есть просто заниматься этим время от времени не получится. Это одно из направлений бизнеса в вашем бизнесе должно быть. Третье. Очень важно. Вы и ваша команда должны быть очень сильными специалистами в том, что вы делаете. И не просто вы должны быть теоретиками. У вас должны быть подтвержденные практические кейсы в каких-то прошлых проектах. Это важно. А теперь плохая новость. Получение инвестиций – это очень сложная работа. И, скорее всего, у вас ничего не получится, вы не сможете привлечь инвестиции под свой бизнес. Просто смиритесь с этим и подумайте о чем-то другом, более позитивном. А теперь хорошая новость. Если вы не будете пытаться получать инвестиции, у вас освободится очень много времени и энергии, которую вы можете направить на то, чтобы просто заработать эти деньги. То есть вместо того, чтобы искать у кого бы их взять и энергию направлять в это, вы направьте свою энергию на заработок денег. Тогда есть две хороших вещи. Первое – вы научитесь, будете ориентированы на заработок денег, а любой бизнес должен быть направлен на то, чтобы заработать, а не то, чтобы где-то эти деньги найти. И вторая хорошая вещь – вам не нужно будет никому делиться, потому что, получая инвестиции, вы все равно передаете кому-то долю в своем бизнесе. А если вы заработаете деньги сами, эта доля останется у вас. То есть вы останетесь владельцем бизнеса, и это очень здорово. И еще одна хорошая новость, потому что если вы все-таки очень сильно нуждаетесь в инвестициях, и никак без них, то есть классическая формула. Формула 3F. Если вы еще не слышали о ней, то я думал, что все о ней знают, поэтому я ее в этом репортаже не раскрывал, но тем не менее я о ней расскажу. Формула 3F. Что такое? Это Family, Friends, Fools. Семья, друзья, дураки. Ищите деньги среди них. Ну, слово «дураки» мне не нравится. Это американское выражение, да, такое вот это 3F. Но это, конечно, не дураки. Это нормальные люди, нормальные, хорошие ребята, у которых есть какие-то свободные деньги и которые готовы вложиться деньгами в ваш проект. Ну, семья, друзья, понятно, почему вложится в ваш проект, потому что они вас любят, знают, хотят поддержать. А почему незнакомые люди, ну или малознакомые могут вложиться в вас? Да только они в вас вложатся только в одном случае, если вы будете все время гореть. Вы будете гореть тем проектом, который вы хотите поднять, и вы сможете их зажечь. И тогда все у вас получится. А для того, чтобы огонь у вас никогда не погас, подписывайтесь на наш канал «Зажигалка», и вы будете гореть всегда так, что будете зажигать просто всех вокруг. Удачи вам, друзья. Идем искать деньги.